Здравствуйте, студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Якутии выясняются причины подержа лошадей в ряде заречных улусов. По некоторым данным, количество погибших животных достигло 23. Предположительными причинами называют низкое качество сена и недостаточный снежный покров. В Якутии работников скорой помощи могут начать сопровождать полицейские. С таким предложением намерено выступить Республиканское министерство здравоохранения после инцидента с медиком, на которую напали во время попытки оказать помощь раненому мужчине. О состоянии пострадавшей сотрудницы скорой помощи и инициативе организовать совместные с правоохранителями выезды нам рассказала заместитель министра здравоохранения Республики Людмила Вербицкая. Выехали по вызову на ножевое ранение, стали оказывать медицинскую помощь. И со стороны тех, кто находился в этом помещении, были предприняты достаточно агрессивные меры в отношении наших медицинских работников. Девушка получила очень серьезный удар по голове, серьезное нарушение шейного отдела. Сегодня ей наложен фиксирующий воротник шанса. То есть это достаточно серьезное повреждение позвоночника. Наверное, мы напишем в Министерство здравоохранения, напишем обращение, письмо в полицию для того, чтобы вот когда идут вызовы по различным ранениям, можно выезжать на такие вызовы совместно с полицией. 35-летний житель Мирного лишился денег из-за доверчивости. Материальный ущерб составил более 18 тысяч рублей. Потерпевшему на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился работником службы безопасности одного из банков. Он пояснил, что для предотвращения блокировки банковской карты необходимо назвать все коды, которые скоро придут по СМС. Мужчина сообщил звонившему все необходимые сведения. И через некоторое время с его кчета были сняты деньги. Управление Россельхознадзора по республике в ходе карантинного контроля выявило запрещенную к ввозу продукцию в Нерингри. Груши польского происхождения общим весом 128 килограмм. Продукция поступила в республику без сопроводительных документов. Однако, согласно информации с этикеток, импортером выступила Беларусь. Груши уничтожены на полигоне, сообщается на сайте управления Россельхознадзора. Пользователи социальных сетей сообщают о ДТП по проспекту геологов в Нерингри. Пострадавших нет, подробности выясняются. В Якутске в выходные дни произошло сразу два ДТП с участием детей. Аварии, по данным ГАИ, произошли из-за плохой видимости. Так, вечером 2 февраля на улице Лермонтова водитель 91-го года рождения на Toyota East бил мальчика 2003-го года рождения. Подросток переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в воскресенье. На улице Дзержинского столкнулись Toyota Corolla и Ford Focus. Водитель Corolla, перестроившись на левую полосу движения, не заметил впереди ехавшую автомашину марки Ford. Телесные повреждения получили водитель и несовершеннолетний пассажир Ford, а также пассажир автомашины Corolla. По обоим дорожно-транспортным происшествиям, Гоставтоинспекция и Якутска возбуждены административные расследования. На этом все. Берегите себя.